Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сейчас хочу рассказать вам о сорте Батляня, потому что... Ой, у нас прям дождь чуть ли не с градом начался. Потому что в прошлом году многие заинтересовались этим сортом. Подождите, посмотрю. Страшное дело. Многие заинтересовались этим сортом, но в том году у нас выбил град Батяню. Как раз вот в это же время они вот так только начали наливаться, созревать. И в этом году я предусмотрительно высадила 24 куста в теплицу. Вот теперь он созрел. Действительно достойный сорт. Крупноплодный, такой розовый. А когда он будет... Это видите, он еще с зелеными пятнышками. Как недозрелый немножко. Когда он созреет, он будет вот такой аж с малиновым отливом. Но это сорт индетерминатный. Он очень высокий, до 2 метров в теплице. И если пудовик такие плоды дает при росте, при высоте куста метр, метр двадцать, то этот будет 2-х метровый. Если вы хотите вырастить... Не могу перекричать дождь. Если вы хотите вырастить Батяню, то готовьтесь, что 2 метра куст будет под самую крышу теплицы. Нужно посынковать, нужно подвязывать в один-два ствола. А во всем остальном великолепный сорт. Очень много завязей. Я потом вам покажу, где он натурально... Ну, как он... Как у него кисти висят. Правда, они не все спелые, конечно. Видите, в чем проблема? Вот сейчас самые крупные сниму нижние кисти. Останутся средние, там, вторая, третья. Уже не такие эффектные. И не будет такой картинки, как хотелось бы показать. Вот пока он был зеленый, был весь увешан кистями. А я же постепенно все снимаю, снимаю, снимаю плоды. И они получаются когда-то, ну, обобранные. Но ничего, я вам потом все равно покажу. Прекрасный сорт. Если в том году семян не хватило из-за града, выбило, то в этом году семян будет предостаточно. Все, кто захочет приобрести, я всем вышлю. Ладно, до свидания. Невозможно даже ничего говорить. Побегу домой.